Доброе утро, друзья! В эфире программа «Время предпринимать» в студии ведущей программы Глеб Архангельский. И поговорим мы сегодня о том, как и чему учить сотрудников. В общем-то, наверное, почти для каждого предпринимателя и руководителя в 21 веке очевидна идея, что учить чему-то надо. То есть, что современный 21 век — это век знаний, век технологий, век информации, что все меняется очень быстро, что еще 10, 15, 20 лет назад, может быть, никто не знал и слов таких, как ISO, или IPO, или KPI, или MBA, а сейчас уже без этих слов вроде как и не прожить, и эти технологии становятся общераспространенными, общепотребительными. Опять же, очень быстро меняются продукты, которые компания продает или производит, очень быстро меняются управленческие технологии. И в целом мир становится более сложным, более интересным, и чтобы компании или подразделению, или менеджеру в этом мире быть более эффективными, им надо чему-то учиться. Это наша задача сегодня разобраться, как учить, чему учить, когда учить, каких сотрудников учить, и как это лучше наиболее эффективным образом делать. Первый наш гость, который поможет нам в этом разобраться, Анастасия Савина, директор по персоналу компании Абби. Доброе утро, Анастасия. Здравствуйте. Пару слов о компании и пару слов о том, как учите, чему учите, много ли учите, часто ли учите. Абби – это производитель программ, я думаю, что всем известный. Файнридер, наверное, да, самый известный. Линго, скорее, самый известный, да. Вообще, это российская компания, производитель программного обеспечения, очень достаточно известный за рубежом и один из нечастых примеров успеха российского ПО на мировом рынке. Кроме того, это научный центр по разработке технологий искусственного интеллекта. В общем, у нас люди работают умные, разрабатывают технологии умные, и мы стараемся организовать свою работу умно. И если вдруг этого самого ума нам не хватает, мы стараемся его так или иначе восполнить. А можно восполнить? Может быть, это как-то, ну вот, уродился в такой семье, обучился вот в такой вот Бауманке или там прикладной математике, и вот умный. А как это можно? Какими-то тренингами или обучениями это вообще восполняется? Ну, знаете, есть люди, которые верят, что никогда и никак, а есть люди, которые верят, что всему можно обучить. Вот я где-то, правда, где-то посередине, как известно. Вот. Важно, чтобы у человека было желание учиться и способность к обучению. Вот. И уж, по крайней мере, к интеллектуальному обучению. И если это есть, то некоторые интеллектуальные знания, вернее, ну, знания человек может получить. Что касается навыков, с этим сложнее, потому что это зачастую зависит просто от организма, например. Способность быстро мобилизоваться, она или не краснеть, не глохнуть, когда разговариваешь на публике. Это всё очень лично. Здесь может быть непореодолимая какая-то бездна. Так мне кажется, что нужно учить, ну, как я уже сказала, нужно учить знаниям и нужно учить навыкам. И нужно учить каким-то стандартам, принятым либо в профессии, либо в компании. Поэтому по этим трем направлениям, собственно, мы и стараемся учить наших людей. Что касается навыков, например, были у нас тренинги про организацию собственного времени. У нас есть сотрудник, который учил тайм-менеджменту. Наверное, переговоры, продажи, такие вот классические вещи, которые многие компании делают. Да, безусловно. Для силов и тех людей, которые занимаются продажами и часто участвуют в переговорах, такие тренинги тоже бывают. Для тех людей, кто занимается маркетингом, там проводятся тренинги по поводу того, как коммуницировать, как рассказывать о наших продуктах, пропагандировать их. Для разработчиков проводятся тренинги по специальной разработчике, по программированию на C++. Но помимо вот этих вот тренингов и семинаров, улучшающих профессиональные знания, еще очень важно учить стандартам индустриальным. То есть, например, учить, как пользоваться Excel. Потому что Excel совершенно великий инструмент. Зная его, можно очень здорово экономить свое время. Microsoft Project тоже великий инструмент. Зная его и умеем пользоваться, можно правильно организовать работу группой людей. Другие, там CRM какой-то, который у нас внедряется заново. Это тоже очень полезный инструмент. Всеми этими инструментами нужно уметь пользоваться. Конечно же, проводим тренинги и на эту тему. Outlook тоже великий инструмент. Outlook величайший инструмент. Это большой любитель Outlook. Спасибо, Анастасия. Напомню, это Анастасия Савина, директор по персоналу компании Ambia. И второй наш гость, Сергей Шилов, управляющий партнер и основатель компании AT Consulting. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Название вашей компании тоже подсказывает, ну и то, что, насколько я знаю, достаточно крупно известная консалтингая компания, что явно тоже учить наверняка надо и много, и разному. Вот расскажите о компании, и чему вы учите, и как учите. Ну, компании в этом году 10 лет. Мы работаем с крупнейшими, нашими клиентами являются крупнейшие компании России, СНГ, такие как ВТБ, Сбербанк, Ростелеком, Вампелком и многие другие. Соответственно, мы предоставляем услуги, начиная от управленческого консалтинга, внедрения сложных информационных систем, разработка программного обеспечения, здесь мы перекликаемся с Анастасией, и поддержка всего того, что мы внедрили, то есть некий там аутсорсинг. Соответственно, компания очень бурно растет, ну и, в общем, у нас достаточно большое количество сотрудников, каждый день общаются с клиентом, поэтому обучение фактически ключевой фактор успеха. Модель, когда ты так, ну, у тебя так много людей, модель бизнеса, она основана на том, что значительная часть новых сотрудников, она приходит с университетской шосскомьи. Это, ну, мы подразумеваем, что все талантливые люди, но, например, я сам закончил Мехмат, и после механико-математического факультета МГУ многие навыки общения, они там на какой-то промежуток времени могут утеряться. Соответственно, мы пытаемся... Я закончил прикладную математику, как я с вами согласен. Соответственно... То есть какие-то части мозга приходится восстанавливать заново после математического обучения. Поэтому очень важно, и фактически мы, ну, по науке все то же самое делаем, учим там навыкам, профессиональным, соответственно, и все тренинги делятся либо на технические, либо на непосредственное развитие тех самых коммуникаций, лидерских качеств и всего прочего. Фактически у нас целая индустрия по производству собственных тренеров. То есть мы в компании большую часть тренингов ведем сами, особенно связанных вот непосредственно с тем, как сотрудники себя ведут на рабочем месте. Профессиональные тренинги мы можем аутсорсить, покупаем у кого-то еще. Приглашаем мы каких-то тренеров со стороны, но точечно, и в основном стараемся приглашать проверенных звезд, которые обладают харизмой, ну и, соответственно, могут просто расшевелить и добавить что-то новое из своего жизненного опыта. Ну вот если говорить про статистику, у нас за последний момент... У нас сейчас 55 внутренних тренингов разработано, 35 человек их читают на регулярной основе. Только в августе мы обучили 215 человек из своих. Ну то есть это завод по производству, соответственно, каких-то там обученных людей. А вся компания сколько человек стоит? 1200. То есть даже если в процентах смотреть, действительно получается за один месяц 10-15 человек прошли обучение довольно много. Да, достаточно интенсивный получается процесс. Ну и, по большому счету, мы исходим из принципа, что мы предоставляем всю эту инфраструктуру нашим людям, рекламируем ее, но, тем не менее, ну, собственно, я согласен с Анастасией, обучить нельзя насильно. То есть мы подразумеваем, что люди сами... Страстно хотят. Сами хотят этого и понимают в этом необходимость. Если этого нет, то очень тяжело, ну, как бы, эффективно проводить обучение. Ну, так как у нас, ну, так, отрасль подразумевающая, что клиент каждый день тебе вправляет мозги, то, в принципе, мотивация к обучению, она достаточно высокая. Поэтому проблем с тем, что люди не записываются, например, на тренинги, и такой проблемы нет. Наоборот, есть очереди, ну, и там... Естественно, очень сильно зависит от личности тренера. Чем ярче тренер, тем лучше он учит. По большому счету, на собственном жизненном опыте, примерах самое эффективное обучение. Все начиналось много лет назад, когда я, собственно, все тренинги читал сам. Ну, и все тренинги, которые я читал, они были основаны просто на проектах нашей компании. Я приходил и, там, пару часов рассказывал о каком-то отдельном проекте, пытаясь на его примере, там, подчеркнуть, что, вот, ну, нужно делать то, не делать это, не ругаться на клиента, быть смиренным, терпеливым, любви обильным. И, соответственно, любые, так сказать, все, что не убивает, делает нас сильнее. Ну, сейчас-то, конечно, значительно более профессионально делается. Я читаю все еще тренинги, но очень редко. Спасибо, Сергей. Напомню, это Сергей Шилов, управляющий партнер и основатель компании AT Consulting. И третий наш эксперт подключится к нам по телефону на некоторое время. Это Ашот Сефирян, директор программы Executive MBA и международных проектов Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Доброе утро, Ашот. Доброе утро, Глеб. Расскажите, на что у вас в вашем бизнесе, в бизнесе MBA, больше всего спрос от компаний и от людей? То есть, какие темы, какие проблемы больше всего востребованы людьми, которые идут к вам учиться на MBA программы? И какие темы или проблемы востребованы теми компаниями, которые заказывают такого рода программы? Ну, вы знаете, я сейчас, естественно, слышал, что говорили мои коллеги и полностью, наверное, согласен с тем, что, так сказать, такие тренинги и вообще любые формы обучения это насущная необходимость любой компании. Поэтому сотрудники, вне зависимости от того, какую должность они занимают, они должны постоянно учиться чему-то. Ну, вот здесь, наверное, хотел бы сделать два акцента. Первое. Тренинги или формы обучения в виде тренингов, о которых говорились, они в основном решают вполне локальные задачи и цели. Это, в первую очередь, оттачивание какой-то одной функции. Вот это мог же быть, так сказать, умение правильно и хорошо вести переговоры, умение работать с клиентом, умение там, так сказать, продавать и так далее, и так далее. Что касается задач, которые ставят перед собой школы бизнеса, они значительно более долгосрочные. И основная цель их – это дать системное образование людям. Потому что вот вы признали, что и вы сами, и Сергей закончили технический вуз, точнее, имею в виду техническую специальность. Да, и естественно, что каких-то даже основ экономических у вас в силу определенных причин не было. И вы все это постигали на своем профессиональном опыте. Ну и, собственно, книжками добирали, как обычно. Книжками добирали, естественно. Но все равно наступает определенный момент, когда вы понимаете, что книжками добрать уже очень сложно, опыта накопилось много, и возникла необходимость его как-то систематизировать. С одной стороны. С другой стороны, было бы замечательно, если бы кто-то поделился и своим опытом. Поэтому вот такие долгосрочные программы, типа MBA или Executive MBA, в данном случае это не важно, это хорошая площадка, это хорошее место, где люди могут поделиться своим опытом под водительством профессиональных преподавателей. И, наверное, второй акцент, который хотелось бы указать. Дело в том, что в любом корпоративном обучении люди очень профессиональны, те, кто ведут эти тренинги, и они очень хорошо знают свой предмет. Естественно, что очень трудно, наверное, на открытом рынке найти таких специалистов, если только не пригласить тех же самых людей. Что касается школ бизнеса и крупных учебных заведений, то они отличаются тем, что привлекают к себе специалистов разных областей. Это будут и профессиональные преподаватели, и консультанты. И поэтому вот этот энергетический эффект, который получается в ходе обучения, длительного обучения, как мне кажется, он очень востребован на российском рынке. То есть нельзя говорить, что нужно идти только на программы MBA или только проходить различные тренинги. Скорее всего, нужно делать и то, и другое, причем постоянно. Может быть, там начать каких-то легких тренингов, потом прийти на долгосрочную программу, а в дальнейшем уже проходить различные краткосрочные программы, которые позволяют вам постоянно накапливать какое-то дополнительное количество знаний. Скажите, Ашот, а вот с точки зрения потребностей, люди идут сейчас, пять лет назад, десять лет назад, просто на вот эту идею хочу систематизировать, хочу получить какое-то такое достаточно широкое, базовое экономически-менеджерское видение образования и структурирования своих мозгов, или как-то потребности меняются и есть какие-то сдвиги в запросах. Вот, скажем, представим, предприниматель, владелец завода в Саратове, приехал к вам на экзекутив MBA, вот чего он хочет, у него какой основной запрос, наиболее частый? Или, например, наемный менеджер, зам генерального директора того же завода, но только в Москве. Какой у него запрос вот такого рода программы, чего он хочет? Для людей такого уровня, уровня экзекутив, естественно, запрос, главный запрос, это систематизация своего богатого опыта, потому что зачастую люди сами прошли весь этот путь и, наверное, не имели базовых знаний, базового образования. Поэтому запросы вряд ли могли бы поменяться за эти годы. Более того, скажу, что, так сказать, ведущих школах бизнеса, к коим относится Институт бизнеса, делового администрирования, будучи старейшей школой бизнеса в России, здесь это не поменялось даже по количеству людей, приходящих на обучение, потому что никуда не делась, так сказать, экономика, все развивается в той или иной степени, даже несмотря на кризис. Поэтому управленцы, тем более профессиональные управленцы, они нужны. Другой вопрос, что здесь, может быть, немножечко меняются акценты, в первую очередь, наверное, это касается потребностей в новых лидерских навыках, которые можно получить на программах. Потому что люди, допустим, высокого уровня, имеющие определенный, так сказать, уровень благосостояния, должностные позиции, у которых высокие, они, естественно, уже в большей степени озабочены стратегическими задачами и целями, ну и, наверное, еще такой областью, как личное, личностное развитие. Спасибо, Ашот. Напомню, это был Ашот Сефирян, директор программы Executive MBA и международных проектов Института бизнеса и делового администрирования Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Вопрос обращаю к гостям в студии, как прокомментировать эту тему с длинными программами, с MBA, достаточно такое модное словосочетание, насколько это эффективно, стоит этим заниматься, не стоит, стоит ли этим заниматься компанией, или это личное дело каждого менеджера? Да, во-первых, я хотела бы согласиться с Ашотом. Действительно, MBA расширяет сознание. Я это говорю со всей ответственностью, потому что у меня их два. У меня есть российский MBA от Мирбиса и западный от Executive MBA от London Business School. Однако, в отличие от разовых вот этих тренингов и семинаров, которые могут быть интересны и полезны, достаточно широкой аудитории, то есть практически всем сотрудникам в той или иной мере. MBA и вот такая длинная стратегическая программа, она принесет значительную пользу только тем людям, которые в долгосрочной перспективе могут вырасти в менеджеров. в менеджеров. Потому что, если у человека нет склонности, нет желания, нет амбиций или нет, допустим, желания и способности работать с людьми всю свою жизнь, вот, то менеджером, значит, он не станет. И, соответственно, MBA может пропасть для него в туне и дать ему только какие-то технические знания, допустим, о corporate finance, которые можно получить на каком-то целевом тренинге. А я правильно понимаю, Анастасия, вы считаете, что менеджерская сущность в человеке, она либо есть, ну и тогда вопрос MBA, тренингов, чего-то еще, чтобы его выточить и оптимизировать, или нету, и тогда лучше, собственно, и не лезть в эти формы обучения. Насколько это задано природно, или это можно развивать? Нет, конечно, это можно развивать, но просто если находиться на том конце спектра, знаете, бывают люди, которые предпочитают работать сами, они вырастают в отличных специалистов, они просто ненавидят отвечать за группу людей, вот, они, ну вообще, людей-то не сильно любят, вот, в упряжке. и таким людям, ну, лучше в менеджмент не ходить, потому что страдать они там будут слишком сильно, и вряд ли они станут хорошим менеджером, потому что понятно, что хороший менеджер, это немного папа, мама, вот, это человек, который... Ну, людей надо, если не любить, то как минимум понимать, как-то знать. стараться их воспитать, потому что, ну, что такое-то менеджмент, организация, мотивация, контроль, вот, ну, мотивация, вернее, целеполагание, организация, мотивация, контроль, вот, тут, для того, чтобы мотивировать людей, нужно хоть как-то их любить, да, ведь? Спасибо, Анастасия, такая очень лирическая нотка, тот же вопрос к Сергею, как относится к вот этим долгосрочным историям, тренингам уже упомянули, как-то начали о них говорить, а вот долгосрочные, системные, образовательные, слово образование появилось у нас. Ну, у меня есть опыт посещения Городской школы бизнеса, это был, ну, некий аналог, Executive MBA, где мы три года подряд, на три недели ездили, учились, там были только предприниматели, такой курс, человек сто из разных частей света, у меня фантастические, как бы, воспоминания остались, но, параллельно, я довольно много знал людей, которые учились сто процентов, ну, на вот таком фулл-тайм MBA, два года, да, и мне, ну, мне лично кажется, что это, конечно, очень долго, два года, особенно в России, где все быстро меняется, в двухтысячных, два года это было реально долго, и мне кажется, люди больше потеряли, чем нашли. Если говорить про Запад, то там, ну, в США это просто курс повышения квалификации, просто Гарвард очень престижный курс, какие-то другие, хоть менее престижные, соответственно, люди отлично проводят время, два года, выпадают из, там, своего ужасного рабочего графика, да, и для этого, ну, у них просто целая индустрия, поэтому они четко понимают, куда вернуться, у них нет таких ужасно завышенных ожиданий, которые есть у наших, которые, ну, большинства, большинства, на визитке, они сразу там, на нолях увеличивают стоимость. Реально ничего такого не происходит, надо понимать, просто в Штатах, там, например, ну, нельзя получить следующую ступеньку, ну, вот в той самой парадигме, которую Анастасия упомянула, что там готовят просто менеджеров, ну, и считается, что хорошо два года поучиться, перед тем, как им стать. Это на самом деле правильно, особенно в стабильной ситуации, действительно, надо давать систематический взгляд на вещи. Если говорить про нашу компанию, то мы считаем, что уже готовые менеджеры, которые вот сейчас вот управляют, им для расширения кругозора Executive MBA полезен. И мы, в принципе, считаем, что это хорошо. И даже в некоторых случаях, как бы, мы это, там, наполовину оплачиваем. Соответственно, потому что именно кругозор, как бы, вот систематизация опыта, мне очень понравилось, собственно, то, что было сказано. И это получает, там, люди получают явный импульс, даже не в собственной карьере, а в собственном развитии. Это полезно. Но в массовом, как бы, каком-то таком проявлении я в этом особенно смысла не вижу. Это скорее вот точечно для тех, кто уже понимает, зачем ему это нужно и кто уже стал менеджером. И вот... Уже почти постиг истинное дау, но теперь надо его немножко добавить. Это Сергей Шилов, управляющий партнер компании IT Consulting. Да, я еще хотела бы добавить, что еще один плюс MBA, который я почувствовала на своей школе, по крайней мере, хороший в качестве на MBA, в хорошей школе, это расширение сети твоих знакомых на, во-первых, на удивительные территории, там, Азия, Африка, Австралия, Америка, Европа. Вот так. И по всем отраслям, по всем возможным функциям. Вот. И это расширяет кругозор менеджеров, вот общение с такими людьми и знание, практики их работы расширяет кругозор менеджеров, точно так же, как и знания. Именно поэтому, кстати, я тоже соглашусь с вами, executive MBA менеджером гораздо полезнее, потому что вот мы, там, в ЛБСе, когда учились, больше половины полезных знаний, больше, чем половины полезных знаний мы получали от того, что рассказывали наши сокурсники на уроках, чем... Чем, собственно, от преподавателя. Чем от преподавателя, да. Преподаватель давал теорию, систему, практику, все возможные варианты развития событий, все возможные неожиданные совершенно сценарии и кульбиты, которые выкидывает реальный рынок, вот мы узнавали от того, что говорят ребята. Спасибо, Анастасия. Это Анастасия Савина, напомню, директор по персоналу компании ABBA. Ну, собственно, в Гарварде все было то же самое. Как бы на этом основном хорошее обучение. Все собирают интересных людей и дают возможности друг с другом поговорить. И берут за это много денег, потому что люди сами не догадались, собственно, как-то собраться, скоординироваться и начать собираться в одно место раз в год на три недели для того, чтобы меняться тем же самым опытом. Кстати, интересная, мне кажется, бизнес-идея. Друзья, напомню, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о том, как и чему учить сотрудников. Уходим на небольшую рекламу, оставайтесь с нами. Доброе утро, друзья. Напомню, в эфире программа «Время предпринимать». В студии ведущий программы Глеб Архангельский. В гостях у нас Сергей Шилов, управляющий партнером компании AT Consulting и Анастасия Савина, директор по персоналу компании ABBE. Говорим мы сегодня о том, как и чему учить сотрудников. До рекламы разобрались в том, какие формы бывают, поговорили про разные виды тренингов, про длинное образование его плюсы и возможности. Сейчас поговорим о том, как это применять, собственно говоря, как внутрикорпоративный инструмент. И начнем вот с чего. Как вообще вот эта потребность в организации прорастает и кто ее должен анализировать? То есть начальник ли человека должен понимать, что вот этого нам нужно дообучить навыкам переговоров? Или менеджер по персоналу, если он есть в компании, должен эти вещи делать? Или генеральный директор? Или какой-то механизм заявок от сотрудников? То есть сотрудник сам осознал, что что-то у меня плохо с переговорами и вынес эту проблему и дальше попросил куда-то отправить его поучиться? То есть для начала какой механизм вообще формирования потребностей? Ну, по-разному бывает в компаниях разного размера. В маленьких компаниях обычно нет систематизированного механизма, вернее, какой-то процедуры. То есть скорее стихийно, а не получить ли нам секретарей Excel, а то, что-то они там колоночки на калькуляторе складывают. Да, у нас, так как уже более тысячи человек работает в компании, мы решили это сделать более-менее системно. Кроме того, люди, они в основном интроверты, вот они сами-то не скажут, у них нужно это выяснить. Программисты, какие-то системные аналитики. Да, да. Поэтому у нас есть такая процедура, называется ревью. То есть каждый год с каждым человеком поговорит HR. Для того, чтобы выяснить, во-первых, каковы результаты прошлого года, да, во-вторых, выяснить, куда хочется развиваться, каких знаний не хватает. Вот. И это, и по результатам этого разговора потом HR еще разговаривает с руководителем, дает какие-то свои рекомендации, либо куда развивать, либо чему учить этого человека. А нередко, получается, раз в год? Чаще. За год столько всего произойдет? Так это же такой очень стратегический разговор. То есть по ежедневным разговорам, понятное дело, HR говорит, что если что возникает, приходи к нам, всегда дверь открыта. Вот. Но по таким стратегическим заказам цикл раз в год вполне нормально. Вот. То есть, потому что вряд ли основной вектор развития человека, личности, меняется чаще. То есть вряд ли он из интроверта станет экстравертом, у него пропадет проблема с переговорами? Например, или вряд ли из человека, который мечтает заниматься выбор-сработкой, он там за год, вернее, за полгода передумает и решит стать маркетером. Вряд ли. Вот. Такие вещи созревают медленно, мы помогаем там созреть чему-то, выяснить, какие потребности у человека есть, ну и, соответственно, понимаем, какие тренинги людям нужны. И после этого мы выдаем рекомендации руководителям, какие тренинги имеет смысл организовать либо точечно для отдельных людей, либо, если набирается много народу, которому нужно научиться условно-ораторский тренинг провести, вот, то мы набираем большую группу для проведения ораторского тренинга. Вот. И организуем его внутри компании. Спасибо, Анастасия. Это Анастасия Савина, напомню, директор по персоналу компании Амби. Ну, у нас это комбинация. То есть, мы подразумеваем, что и сам сотрудник говорит, что ему надо, и менеджер определяет, что ему нужно, HR рекомендует. Соответственно, и это происходит чаще. У нас есть два механизма. Ну, оценка персонала два раза в год и карьерный план. Карьерный план обновляется практически после каждого проекта или каждый квартал. Соответственно, ну, и вот какие-то дополнительные пожелания появляются от всех трех сторон. HR в данном случае играет вспомогательную роль, то есть, его задача, она создать инфраструктуру. То есть, собственно, заказать нужные тренинги или организовать внутрикорпоративные и так далее. Да, что-то такое. Конечно, часть они сами читают, но все-таки у нас, знаете, у нас был период в развитии компании, когда мы HR пытались сделать лидером в определенных вещах и приводила и приводила к тому, что мы увольняли HR-директора каждые несколько месяцев. Соответственно, после чего мы разочаровались в этой идее и решили, что, так как мы по сути в HR-бизнесе, да, у нас ничего больше нет, кроме людей, то мы решили, что ответственность лежит все-таки на нас, а HR, он будет помогать. И эта идея, она моментально как бы стала, ну, скажем так, она очень хорошо себя зарекомендовала. Во-первых, с HR-м хорошие отношения, и не было у нас... Нет завышенных ожиданий, да, у нас реально, вот если говорить про последний год, никогда не было такого хорошего отношения к кадрам, как, ну, к службе работы с персоналом, как это вот сейчас, хотя мы выросли очень сильно, и, конечно, я ожидал, что будет намного хуже. Там, в 2007 году, когда мы до этого тоже росли очень бурно, я каждую неделю ходил в кадры, проводил там с ними летучки сам, реально понимал, что они делают, удавал указания. Сейчас я все слабо представляю, что они делают, кроме там позитива, ничего не слышу, это просто фантастика какая-то. Но одна из причин, это именно правильное ожидание. Так что, вот это вот понимание, чему должен учиться сотрудник, оно коллективное, по большому счету. Потому что народ тоже достаточно неплохо соображает, что ему нужно, на самом деле, даже программисты, у нас не все программисты, но значительная часть, соответственно, так что они тоже высказывают пожелания. Ну, а, конечно, самая интенсивная информация идет от их менеджеров, по большому счету. Спасибо, Сергей. Это Сергей Шилов, управляющий партнер компании IT-консалтинг. Вот, кстати, прозвучало, что некие квартальные планы. Вот у меня почему-то тоже возникла в моем бизнесе привязка к кварталу. То есть, есть квартальный план работы сотрудника, стратегическая картонка, так называемая, и там есть раздел, который так называется компетенции, обучение, развитие, и там каждый квартал у человека появляется что-нибудь а-ля пройти тренинг по Excel, если это секретарь, или там пройти тренинг по переговорам, если это бизнес-консультант, и, соответственно, в конце квартала, когда подводятся итоги исполнения плана, там анализируются и вот эти вот результаты обучения. Пару слов скажите, коллеги, о внутреннем обучении и внешнем. Плюсы, минусы, где лучше внешних тренеров или тренинговые компании, консалтинговые компании привлекать, где правильнее, эффективнее привлекать своих же собственных внутренних руководителей, очевидно, или экспертов для проведения обучения? Ну, мне кажется, что внутренние эксперты, у них есть большие плюсы, потому что их знают, вот, они знают аудиторию... Хотя где-то это и минус, что называется, нет правов в самом отечестве. Совершенно верно, да, то есть совсем уж восторженного отношения к внутреннему человеку никогда не будет. Если это не генеральный директор. Тоже нечего. У нас полная демократия, да? Вот. Есть большой минус у внутренних тренеров, это то, что можно заподозрить у них недостаток кругозора. Опять же, если... Потому что внешний тренер, он же в разных компаниях, постоянно на разных проектах. Якобы. Вот. Тем не менее, зачастую внутренние тренеры все-таки, они, если честно, гораздо более ответственно готовятся к своим тренингам, они читают гораздо больше, и этот недостаток кругозора набирают и добирают, общаясь со своими коллегами по цеху. Вот, кстати, слово внутренний тренер прозвучало, это скорее отдельный, специальный, выделенный человек, то есть где-то в службе HR, или это просто такой же менеджер, руководитель, специалист, который часть времени проводит как тренер? Безусловно, это внутренний эксперт, то есть человек, который нюхал порох, знает, где там, где вкусно, где можно вкусно покушать, вот, знает, где главные секреты, проблемы и грабли лежат. Вот. Держать такого высокоуровневого человека в HR бессмысленно, поэтому мы просим обычно руководителей высшего звена или других специалистов. То есть просто какой-то процент времени регулярно выделять на то, чтобы проводить обучение? Регулярно выделять у нас пока не очень получается, но просим мы регулярно выделять, ну, кто как может. Вот, тем не менее, они рассказывают о том, то есть любые специалисты высокого уровня, которые работают внутри компании, мы просим, чтобы они рассказывали, вернее, делились своими знаниями с коллегами. Тем не менее, их все равно иногда не хватает для специальных каких-то знаний. То есть, например, те же самые ораторские тренинги. Ну да, это специфическая довольно область. Это специфическая вещь, да. Вот там, NLP-тренинги, которые мы там для сотрудников делаем и так далее, и тому подобное. Или тот же Outlook, опять же, довольно специальное знание. У нас есть учебный центр, который учит софту, в том числе, они, по-моему, знают Outlook, поэтому они, кажется, учат его. Спасибо, Анастасия. Это Анастасия Савина, директор по персоналу внутреннего-внешнего и в плане внутреннего есть ли отдельные выделенные тренеры или тоже модель такая, эксперты из числа руководителей? Ну, я лично фанат внутреннего обучения. Соответственно, у меня очень позитивные опыты в своей компании и до этого, где я работал, в западных компаниях, везде это бы очень хорошо себя рекомендовало, потому что есть еще один аспект, который как бы не прозвучал. Те тренеры, которые проводят обучение, они тоже многому учатся. На самом деле, это для их личностного роста фантастический буквально имеет. Что называется, хочешь понять сам, научи других. Ну, действительно, сложно переоценить. Я на себе почувствовал, ну, когда я начал читать тренинги лет семь назад, я просто, ну, мне это и в работе стало помогать и так далее. У нас был очень большой барьер, мне было очень тяжело найти следующего, второго человека, желающего почитать у нас тренинги в компании. То есть, это заняло несколько лет, но сейчас, на самом деле, реально большое количество, я вот упоминал 35 человек, ну, из 1200 это немного, но с учетом того, что это все-таки лучшие люди, это достаточно много. Мы на каждый тренинг, на каждый вид тренинга просто делаем пул людей, трениров, которые готовы его читать. Ну, и вот таким образом мы все-таки регулярно проводим тренинги, и, соответственно, один из тех, кто может их прочитать, он соглашается. Ну, соответственно, все плюсы внутренних тренингов, они прозвучали, я с ними полностью согласен, люди яркие. У нас, правда, еще специфика, мы по большому счету, у нас же консалтинговая компания, и часто люди работают на совершенно разных проектах, поэтому у нас вот это вот... Внутренний обмен опытом очень интересен, да? Да, очень интересен. Доплачиваем ли мы за это? Ну, на самом деле, мы практически не доплачиваем за это вообще. То есть, фактически, это пиар, по большому счету. Но у нас есть в HR-е тренера, которые читают простые вещи сами, потому что у нас очень большое количество тренингов, и мы какие-то вещи, например, induction, часть вводного курса для новичков, читают преподаватели из HR-а. А вот, кстати, пару примеров простых вещей и сложных вещей, какие вещи точно не читают внутренние тренеры, а читают именно руководители высокого уровня? Ну, presentation skills, как бы это... Я бы все-таки не делил это на сложные и простые. Большинство, на мой взгляд, сложных вещей читаем мы сами, потому что профессия такая, как бы, как выдержать, когда на тебя там кричат, лучше, когда в этом рассказывает тот, на кого кричали. Каждый день, да. Соответственно, ну, поэтому я бы все-таки поделил, как некий специальный там область знаний. давайте так, как отчуждаемые внутренним тренером или не отчуждаемые, читаемые высокими специалистами. Здесь я соглашусь, именно технические навыки, однозначно отчуждаемые, ну, там, Excel, Outlook или какие-то специфические языки программирования, их можно и самим читать, но можно и аутсорсить. Вот ораторское искусство, презентационные навыки, переговоры, это вещи, которые структурируют и, ну, например, переговоры, интересно, когда тебе рассказывают примеры не только из, там, IT, да, интересно, когда рассказывают примеры из разных вещей. Я, например, вот, когда изучал переговоры в Гарварте, больше всего запомнил, там, какие-то примеры, локаут в NHL, как они переговаривались и так далее. И мне это помогает в моей жизни, несмотря на то, что вроде ничего общего нет, локаутов у нас нет. Так что, в целом, мы тоже занимаемся аутсорсингом, хотя процентов 80 тренингов ведут внутри, 20, которые ведут вовне, очень персонифицированы. Мы стараемся, вот здесь не экономим, привлекать реально ярких людей из внешних, чтобы они действительно могли поделиться опытом, чтобы они обладали серьезным, там, каким-то харизмой. По большому счету, самое важное слово харизма. Выглядели хорошо. Знаете, как один руководитель компании мне говорил, ну как, мы поняли, что учиться надо, но когда поняли, что учиться надо, поняли, что лучше один раз обучиться хорошо, чем три раза обучиться плохо и в итоге денег потрачишь столько же, но результат будет гораздо хуже. Спасибо, Сергей. Это Сергей Шилов, напомню, основатель компании AT Consulting. Вопрос про деньги уже прозвучало, то есть прозвучало, доплачиваем ли мы этим внутренним тренером, вернее, не тренером, а, собственно, сотрудникам, которые ведут внутреннее обучение, не доплачиваем, платим ли, спонсирует ли компания какое-то внешнее обучение или не спонсирует. Расскажите, как в ваших компаниях это устроено и как вы считаете более эффективным, более правильным, где обучение, где деньги. Ну, как я сказала, у нас три направления, да, первое направление это развитие навыков, второе направление это профессиональные знания и третье направление это знание тех стандартов работы, которые необходимы для, пардон, для эффективности внутри АБИ. Вот по третьему направлению компания платит полностью, безусловно, потому что это компания наставит на том, чтобы люди знали это что-то и не имеет права требовать, не имеет никакого морального права требовать от людей, чтобы они платили за это. Соответственно, либо компания несет издержки на вот этих внутренних своих тренеров, либо если она посылает куда-то вовне или привлекает внешнего провайдера, то это полностью за счет компании происходит. Все, что касается навыков, это, мы по-разному, в зависимости от конкретного навыка, в зависимости от конкретного тренинга, в зависимости от конкретной даже персоны, которую тренинг будут посещать. Там решение принимается индивидуально, но чаще всего, то есть, что-то оплачивает компания, что-то платит человек. Есть какие-то пропорции устоявшиеся? 50 на 50, 90 на 10, 80 на 20? Есть 50 на 50, а есть, допустим, для выездных тренингов, что оплачивается только блок фиа проживания, там человек сам, ну и так далее. Вот, я говорю, там разные бывают комбинации. То есть, человек, во всяком случае, вложиться должен достаточно существенной частью? Да, я сама по себе знаю, что пока не заплатишь, очень дорого стоил. Да. То есть, полностью существенная частью? Или компания как-то участвовала? Ну, я потом, так или иначе, получила какую-то иную компенсацию от компании, от компании, но в прямую половину не было оплачено. Вот, предыдущая MBA была оплачена в прямую на половину компании. Вот, в общем, людям что-то нужно заплатить. Что касается профессиональных знаний, тут тоже очень сильно индивидуально. Если человеку необходимы профессиональные знания для того, чтобы он хорошо выполнял работу и вообще это крайне ценный человек, которого имеет смысл мотивировать и он мотивируется этим, то, допустим, какую-то конференцию обучающую он может быть послан бесплатно или, опять же, в каком-то сочетании. Те же самые условные 50 на 50 или сколько-то на сколько-то, 70-30, 60-40, там, 20-80, в общем, смотрим индивидуально. А это прям совсем индивидуально? То есть нет какой-то такой матрицы, что дольше поработал в компании тебе больше, например, компенсируется? Нет. То есть прописанной политики нет? Принимается решение руководителем с рекомендацией HR. Спасибо, Анастасия. Это Анастасия Савина, директор по персоналу компании Абби. Ну, у нас все тренинги, которые стандартные, то есть вот те, которые мы регулярно предоставляем в исполнении наших трениров или внешних, они все за счет компании. Как я говорил, у нас есть некие случаи, нерегулярные, когда люди идут российский экзекутив MBA, мы тогда оплачиваем, соответственно, половину. Если, опять же, ну, вот, примерно та же самая ситуация, если руководитель человека рекомендует и чар не против, то, соответственно, вот это происходит так. Бывает, вы знаете, эксклюзивные случаи, ну, когда человек, и это даже нужно иногда компании, попадает на какой-то эксклюзивно сложный технический тренинг, который мы четко понимаем, что после его окончания его стоимость на рынке увеличится в два раза. И в этом случае у нас есть политика, когда мы подписываем с ним договор, что если он в течение года уволится, то он компенсирует, соответственно, затраты на этот тренинг. Ну, на самом деле, это с точки того, законодательства имеет сомнительные вещи, ну, по крайней мере, как бы так на бумаге. Ну, некие моральные обязательства, по крайней мере, отговаривают. Так что, вот общие правила такие, по большому счету. Почему мы не просим никаких денег и ничего другого? Потому что, ну, это инструмент производства для нас. Да, мы людей растим активно, они получают профессиональный карьерный рост, но с другой стороны, они нам приносят деньги. Почему в сложных случаях, типа там, экзекции ФМБА, мы платим половину, а не все, и вообще просим что-то заплатить сотрудника, скажем так. 50 на 50 это чисто условная вещь, ну, такое ощущение справедливости, потому что мы считаем, что если мы заплатим все, он ходить туда не будет, потому что сложно. А если платит хотя бы половину, он туда ходит. Ну, та же самая история, например, с фитнес-клубом. Мы тоже могли бы платить с удовольствием все, но я тогда точно знаю, это у меня было у самого там, у предыдущих. Люди бы не ходили. Ты просто обязательно имеешь эту карточку и никогда туда не ходишь, соответственно, а так все-таки у тебя есть какая-то дополнительная мотивация учиться там, ну, или заниматься спортом. Тут полностью согласен свои деньги, даже если немного. У нас в компании есть ситуация, когда мы, может быть, 10% попросим человека заплатить или 20% попросим человека заплатить. То есть, это, в принципе, копеечная сумма получится, например, для стоимости выездного кого-то тренинга, но даже заплатив тысячу рублей, человек уже совершенно по-другому относится, чем если он не заплатил вообще ничего. Ну, и плюс все-таки любое обучение это повышение стоимости человека тоже, а рабоводельческого строя у нас нету, человек к компании не привязан. И, соответственно, мне кажется, логично и справедливо, если человек сам тоже вложился деньгами в то, что повышает его капитализацию на рынке и дает ему более сильную переговорную позицию с компанией. Когда он через год придет просить повышение зарплаты, одна из наших предыдущих передач недавних, соответственно, мы должны понимать, что он в это хотя бы своими деньгами вложился. Хорошо, про деньги более или менее идеология понятна. Давайте поговорим немножко про организацию процесса. Начнем с обучения внутреннего, то есть, есть либо внутренние тренеры, либо внутренние наставники, которые являются, давайте так их назовем, руководителями, практиками, но при этом что-то ведут, читают, преподают. Есть ли какие-то находки, интересные ходы в форме организации? То есть, как все это происходит? Регулярно, нерегулярно, по плану, не по плану, небольшие какие-то двух-трехчасовые или выезды, наоборот, многодневные? Как в ваших компаниях вот это внутреннее обучение чаще организуется? Ну, мы, у нас очень тяжелая работа, очевидно, консалтинг подразумевает переработки, поэтому у нас очень многие тренинги проходят с захватом выходных. Вот если говорить по поводу инвестиций сотрудников в свое образование, то они инвестируют именно... Кстати, хороший вопрос, кроме денег еще время, да? Да, они тратят свое время, и это очень часто происходит. Соответственно, по крайней мере, чаще всего тренинги двухдневные, либо однодневные, либо двухдневные, и это происходит там пятница, суббота, либо воскресенье, понедельник. То же самое 50 на 50, да, получается? Ну, примерно так, да. Соответственно, у нас нет штат... Ну, у нас есть штатные пары трениров, которые, соответственно, координируют весь процесс и читают какой-то выделенный набор тренингов. 35 трениров, они те, которые работают непосредственно, это лучшие люди, по большому счету, которые там понимают прекрасно бизнес, много лет работают в компании и передают знания. Мы регулярно пытаемся найти дополнительных людей, которые изъявляют желание читать тренинги. Плюс к этому создаем новые тренинги, и, ну, здесь лидером является, скажем так, HR вместе с ведущими руководителями компании, которые вместе вот дизайнят, что бы нужно было еще. Дальше, после того, как они сдизайнили стратегически, что вот этот тренинг нужен, начинается поиск человека, который бы хотел, ну, совместно, опять же, с HR-ом его написать, потому что, ну, очень важно, тебе есть что сказать и как это сказать, это все-таки несколько разные вещи, поэтому пишутся тренинги совместно. Соответственно, ну, а дальше это вставляется в сетку, и начинается рекламируем, начинается реклама, как бы, по всей компании, что вот есть этот тренинг, ну, в частности, он и многие другие. Соответственно, на него записываются люди через интернет, ну, и проводится, соответственно, тренинг. После тренинга мы стараемся делать посттренинг, когда через какое-то время тренер встречается с теми, кто прошел тренинг, и они обсуждают, как удалось провести, то есть, что изменилось в его жизни после того, как он послушал тренинг, очень эффективная штука, на порядок просто улучшает восприятие. Не всегда удается, конечно, но я так понимаю, что в значительном проценте это сейчас происходит. Ну, потому что мы проводили исследование, там процентов на 200, наверное, увеличивается, потому что, как бы, чаще всего народ выходит после тренинга, все забывает, а тут, когда тебя через некоторое время начинают спрашивать, ну, как у всех дополнительная мотивация, во-первых, об этом подумать, во-вторых, все-таки подготовиться как-то. Вот, так что этот вот механизм, он постоянно крутится, но, как я сказал, там, либо в конце проекта, либо раз в квартал у каждого человека появляется в карьерном плане пожелание от него или от его руководителя, от HR, что он должен пройти, и потом отслеживается, проходит он, не проходит. Но мы не наказываем, если человек не ходит на тренинги, то есть нет такого, что вот он не пошел на тренинги, ах, как плохо, ты не получишь дополнительное, как бы, повышение. Мы думали об этом, на самом деле, но в результате отказались, потому что решили, что это может выхолостиваться в нечто формальное, но и никому не нужное. Сейчас все-таки это, как бы, такой энтузиазм с обоих сторон, тренер и те, кто проходит обучение, ну и, как бы, дополнительно, очевидно, приводит плоды, эффективность повышает. Хотя во многих компаниях, там, больших, западных, например, нельзя стать действительно большим руководителем, не пройдя определенный курс. Определенный цикл, этот тренинг. Спасибо, Сергей. Это Сергей Шилов, управляющий партнер компании Этик Консалсинг. Анастасия, как у вас устраивает? Ну, очень похоже, только у нас нет посттренинга действительно очень хорошая идея, надо будет, я вернусь, обязательно это обсудим, сделать так, чтобы после самой встречи была какая-то, там, допустим, через две недели или там через месяц была какая-то встреча. Кроме того, идея, которая у нас возникла тоже совсем недавно, у нас достаточно много людей ездит на конференции, конференции, интересные профессионалы, конференции по пиару, конференции по разработке систем распознавания, там, общем, мировые какие-то, конференции по разработке, там, вернее, просто по электронному документообороту. Люди, которые ездят на эти конференции либо докладывать, либо слушать, они могут потом делать презентацию всем желающим по поводу того, что говорилось на этой конференции и каков там мировой и индустриальный опыт. Вот, и они могут просто сесть за чаем, это дело обсудить. Это не совсем тренинг, безусловно, но это тоже может так или иначе расширить кругозор и профессиональные знания. Очень хорошая идея, кстати, я знаю компании, в которых при посылке на обучение за счет компании или там, те самые 50 на 50, обязательным условием является то, что придя с этого обучения, ты делаешь определенную выжимку, доклад, там, на час, на два, мини-тренинг, в общем, что ты эти знания должен передать еще остальным и таким образом их сделать более полезными для компании. Я, кстати, к идее посттренинга добавлю в копилку свою тему. Мы стараемся делать в корпоративном обучении обязательно еще домашнее задание и за счетную книжку, и так генетическая память просыпается, то есть как-то школа, институт, одно дело, когда просто тебя поучили, другое дело, когда ты знаешь, что через месяц будет некий посттренинг, анализ, что-то такое, а третье, когда ты знаешь, что еще есть домашнее задание, еще там кто-то оценочки расставит, и еще потом тебя спросят. Это никаких финансовых, каких-то карьерных последствий не влечет, но чувствовать себя троечником человеку менее приятно, чем чувствовать себя отличником. И мне кажется, вот эта блестящая совершенно идея про ездить куда-то и приходить, и готовить доклады или готовить тренинги, она действительно заслужит внимания. Вопрос такой, он очень известный, очень много где в публикациях, в обсуждениях обжевываются, но тем не менее я его задам. Как оценивать эффективность и результативность обучения, будь то внутреннее оно, внешнее оно, есть ли какие-то объективные инструменты, измерители. То есть все звучит очень красиво, все замечательно, прекрасно, все учимся, но я объективно понимаю, вот если как у Сергея 215 человек получились в августе из 1200 существующих, ну очевидно, это очень серьезный процент фонда оплаты труда, который не пошел на непосредственную работу, соответственно, вынут из оборота компания, условно говоря. И дало ли это тот результат при всей красоте, да, все счастливы, все довольны, все замечательно учатся, вот как это оценить? Ну, мы проводим тесты по результатам непосредственно сразу, плюс к этому на каждого тренера заполняется анкета понравилось, не понравилось, соответственно, это тоже очень важный момент. Делают, но мне кажется, это мало что дает. Может быть, да, я с вами согласен, что как бы на 100% сказать, что это очень эффективно нельзя. Потому что бывает, что все счастливы и страшно довольны, а потом через три дня забыли, о чем вообще-то уже речь. Ну, лучший фидбэк, по большому счету, дает менеджер, ну, руководитель, человек, который прошел обучение, он видит, насколько... Это же, ну, у нас как бы партнерская система, и очень много людей в компании отвечают за P&L. Ну, значительное количество. Они понимают, на чем они зарабатывают, их команда, и на чем теряют деньги. Поэтому, когда они отправляют людей на обучение, то я рассчитываю, по большому счету, на их адекватность. Когда они возвращаются с обучения, они проводят, ну, смотрят на то, что происходит. По большому счету, в нашем бизнесе, если ты сам лично, ну, вот, если человек отвечает... Очень важно, короче говоря, что человек, отвечающий за P&L, знал реально в лицо тех, кто на него работают, и понимал реально, чем они занимаются. P&L это что у нас, напомню? Profit and loss, по-английски. То есть, за доходы и расходы. То есть, у вас достаточное количество людей завязано на ту или иную маржу, доходы минус расходы, какие-то прибыльности, направлений, проектов и так далее. И, соответственно, они уже вот эти вот два дня оторванных на обучение, они понимают, насколько для них это выгодно или не выгодно. Да, да, именно так. И, соответственно, чем образом будут относиться и к тренеру, и к программе обучения, и к всему остальному. Да, именно так. И я думаю, что это самый эффективный способ, потому что вот все формальные, ну, там, тесты мы делаем, да, заполняем анкету. То есть, не все компании могут себе это позволить? Консалтинговые, да, аудиторские, да, где многие люди в партнерской схеме работают. Анастасия, как у вас? Ну, я соглашусь с Сергеем, и вообще, мое глубокое убеждение, что точно взвесить граммах вот return investment на инвестиции в образование своих сотрудников практически невозможно. Просто, опять же, нужно понимать, что зачем делается это образование. Одна из самых главных причин это повышение мотивации сотрудников. Потому что возможность обучения это один из самых сильных мотиваторов и, как бы, позитивных сторон, почему люди выбирают именно твою компанию, а не какую-то другую. Как это взвесить, как это ценить в деньгах, ну, практически не представляется возможным. Вот, поэтому, кроме того, в ситуации, когда большая часть тренингов читается внутренними людьми, им не платятся сумасшедшие деньги. Трается, по сути, фонд облад труда. Ну, или некая упущенная выгода, которую бы эти люди принесли. Да, ну, вот как вы это посчитаете? То есть, если мой коммерческий директор, например, раз в неделю два часа проводит внутренний тренинг по продажам, мы, с одной стороны, потратили его зарплату, с другой стороны, мы потратили те деньги, которые он бы не принес в компанию, если бы он в это время продавал. А это уже больше, чем его зарплата. То есть, это такие серьезные расходы. С третьей стороны, он, готовясь к этому тренингу, там, в свободное от работы время, в свободное от скорости, перелопатил целую тучу литературы, посоветовался со своими коллегами, стал умнее и стал работать эффективнее. То есть, у нас позиция такая, что обучение в любом случае, вещь эффективная, нужная, при том, что мы не инвестируем за 80-х денег. Даже если трудно количественно это посчитать, то тем не менее. Да, все равно это нужно этим заниматься. Спасибо, Анастасия. Что ж, мне кажется, это самое лучшее завершение программы. То, с чего мы начинали, тем мы и закончили, что в 21 веке учиться необходимо, я бы сказал, обязательно для любого бизнеса, который хочет расти, быть эффективным, для любого человека, который хочет расти в карьере или в бизнесе. И сегодня, мне кажется, прозвучало очень много интересных, полезных идей о том, как это сделать за меньшие деньги, с большей пользой, более эффективно и в конечном итоге с пользой и для человека, и для компании. В эфире была программа «Время предпринимать». До встречи через неделю. «Время предпринимать». «Время предпринимать».